Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всехитая. Сегодня у нас будет офигенный, шикарный смартфон. Я бы даже сказал топ за свои деньги, но почему-то все проходят мимо данного смартфона. Просто забывают о данном смартфоне. Да, это Meizu 16XS. И как по мне, это шикарное, охрененное предложение. Тем более, я его покупал за 180 долларов. В конце лета на распродаже его продавали за 180 долларов. Это охрененное, шикарное предложение. В общем, друзья, я попользовался. И знаете, Meizu 16XS меня приятно, очень приятно удивил. Так что садимся поудобнее, берем вкусняшки и поехали. Ну и первое, с чего мы начнем, это, конечно же, дизайн. Потому что вы посмотрите на его фронтальную часть. Она же охрененная, она же сексуальная, красивая и привлекательная. Потому что если посмотреть на все остальные смартфоны, то мы там все с вами увидим каплевидный вырез или же монобровь. А здесь все красиво, все симметрично. Нижняя, верхняя рамка, она одинаковая. Рамки по бокам, они тоже одинаковые. Все смотрится гармонично и красиво. Но вот реально с фронтальной части Meizu 16XS это секси, замечательный смартфон. Да, если посмотреть на его заднюю часть, то, к сожалению, чего-то нового здесь нет. Это типичный смартфон 2019 года. Но вот с фронтальной части, блин, вкусняшка. Материалы корпуса, да, к сожалению, здесь экономили на всем. И это полностью глянцевый, полностью пластиковый смартфон. И самое главное, друзья, запомните, не покупайте вот такую вот темную версию. Потому что она пачкается моментально, собирает всю грязь, всю пыль, все отпечатки. И самое противное, что ты хрен их ототрешь. У меня был Meizu Note 9 белый. И вот это вот просто песня. В белом цвете ничего не видно, ничего не пачкается, все замечательно. Поэтому, друзья, если и покупать данный смартфон, то только в светлой расцветке. Потому что темная, ну это просто ужас. Вы задолбетесь оттирать данный смартфон. Ничего не хрустит, не люфтит, скажем так, зазоров нет. В том же Meizu Note 9 у меня немножко скрипела задняя крышка. И она там тоже была пластиковая. А здесь все шикарно, вообще претензий нет. Смартфон получил USB Type-C, разъем для наушников, поддержку только двух сим-карт. И, конечно же, здесь есть нормальный светодиодный индикатор уведомлений. Короче говоря, здесь полный порядок. Единственное, чего не хватает, это, конечно же, NFC. Потому что его, к сожалению, сюда не завезли. А хотелось бы. Экран в смартфоне отменный. Я бы даже сказал, это лучший дисплей за такую стоимость. Ну что ж, это 6,2-дюймовая AMOLED-матрица с Full HD+, разрешением. Ну и, конечно же, есть хорошее олеофобное покрытие. Минимальная яркость отличная, к ней претензий у меня нет. А вот максимальная яркость здесь замечательная. Да, друзья, это реально яркий экран. Ну что ж, углы обзора максимальные. Картинка вкусная, глубокий черный цвет. Пиксели в глаза не бросаются. Цветопередачу, конечно же, можно настроить в настройках под себя как угодно. Единственное, чего здесь не хватает, это DC-димминг. Потому что его здесь пока что нет. Надеюсь, с обновлениями все это поправят. А также отмечу, что здесь есть Always-On-Display. Да, он примитивный, но все же есть. Короче говоря, за такую стоимость это офигенный экран. Выше всех похвал. Эргономика. Ну что ж, Meizu 16XS это удобное, хорошее устройство. Да, его в принципе можно назвать относительно компактным. Потому что сейчас все смартфоны большие и найти удобный, компактный смартфон тяжело. А здесь у нас большая диагональ дисплея, в принципе 6 и 2 дюйма. Но довольно-таки компактные габариты корпуса. В целом, друзья, пользоваться одной рукой можно. И он меньше, чем тот же Redmi Note 7. Гораздо меньше. Мультимедийный динамик. Ну что ж, здесь более-менее адекватный динамик. Понятное дело, называть его самым лучшим за такую стоимость я не могу. До уровня Redmi Note 7 он немножко не дотягивает. И по громкости, и по богатству звучания. Хотя он звучит лучше, чем Galaxy A50 и Galaxy A60. В целом, друзья, неплохо. Но не более того. Короче, вот вам сравнение с Redmi Note 7. Слушайте и оценивайте. Слушайте и сломать. Ну что ж, давайте поговорим про начинку данного смартфона, потому что внутри 6 гигабайт оперативной памяти, 64 гигабайта встроенной памяти, ну и конечно же в качестве процессора Snapdragon 675. Ну и конечно же работает все на 9 версии Android. Ну что ж, начнем с памяти, потому что она здесь быстрая, ее ФС 2.1. И знаете, скорость в принципе неплохая, но если случайное чтение и запись все хорошо, то вот обычная скорость записи и чтения здесь средняя. Троттлинг, ну что ж, Meizu 16XS меня приятно удивил, потому что в 15-минутном тесте потеря составила 15%, а в получасовом тесте потеря составила 13%. Да, как-то странно, что за полчаса потеря меньше, чем за 15 минут. И друзья, я это проверял много раз и в принципе плюс-минус тот же показатель и получал. В повседневных задачах смартфон работает действительно быстро. Он шустрее, чем Redmi Note 7 или же Meizu Note 9. Короче говоря, каких-то нюансов или же проблем в повседневных задачах я не заметил. Все быстро, плавно и без нареканий. Единственный нюанс это, конечно же, обновление, потому что непонятно, как часто будет обновляться данный смартфон. Ну что ж, поговорим про игры, потому что в принципе здесь все хорошо. PUBG идет без проблем на высокой графике плюс высокая частота кадров и все хорошо. Shadowgun идет на средних настройках и тоже все без нареканий. Хотя иногда все же можно увидеть небольшое проседание FPS. Call of Duty Mobile идет вообще на высоких настройках без проблем. Все плавно, красиво, короче, оптимизация офигенная. Нагрев смартфона в игрушках незначительный. Короче говоря, на данном чуде можно спокойно поиграть в любые игрушки без проблем. Разблокировка. Ну что ж, Meizu 16XS может похвастаться сканером под экраном. Да, это очень модно, молодежно, инновационно и все так офигенно. Хотя скорость здесь средняя. Чего-то сверхъестественного, друзья, я не заметил. Да, обычный нормальный сканер. Давайте посмотрим. Па-бам, сработало. Еще раз давай. Пам. То есть да, он быстрее, чем на Xiaomi Mi A3. Это уж точно. Ну это, грубо говоря, плюс-минус уровень Xiaomi Mi 9 SE. Но не более того. В целом, за такую стоимость все хорошо и адекватно. А также есть разблокировка по лицу, которая работает и быстро, и шустро. Короче, претензий нет. Автономность. Ну что ж, смартфон получил банку на 4000 мАч. И, конечно же, в комплекте идет быстрая зарядка. В целом, все замечательно. Да, друзья, я немножко охранил, потому что Meizu 16XS меня, ну, очень приятно удивил. Потому что с автономностью здесь все замечательно. Просто перфекто. Короче, блин, это чудо живет 2-2,5 дня при средней нагрузке без проблем. И, в принципе, здесь все замечательно и максимально сбалансировано. Потому что амулет-экран хорошо. Энергоэффективный процессор тоже хорошо. Большая банка. Замечательно. Короче, если вы искали смартфон с офигенной автономностью, то Meizu 16XS это довольно-таки неплохое предложение. Конечно же, в тестах он себя показывает великолепно. Поэтому, друзья, ссылочка на полноценный видос, посвященный автономности данного смартфона, будет в описании. Потому что я скоро сделаю это видео. Но я более чем уверен, что данный смартфон покажет замечательный, охрененный результат. Ну и, конечно же, ссылка на таблицу автономности смартфонов тоже будет в описании. Поэтому, друзья, переходим, смотрим и сравниваем. Итак, тесты игр на максимальной яркости плюс Wi-Fi. 10% заряда уходит за 32 минуты. Воспроизведение видео на YouTube на максимальной яркости плюс Wi-Fi. 13 часов 51 минута. Воспроизведение видео, фильм, скатанный на смартфон без интернета на максимальной яркости. 20 часов 7 минут. Ну и последнее, что мы сегодня обсудим, это камеры. Потому что Meizu 16 XS получил трипл-камеру, где главный модуль на 48 Мп плюс ширик на 8 Мп. Ну и, конечно же, 5-мегапиксельный модуль для глубины резкости здесь тоже есть. И фронталочка на 16 Мп. Начнем мы с ширика на 8 Мп. Да, он типичный для данной цены. Чего-то крутого, конечно же, не ожидайте. Но поиграться можно и, в принципе, получаются довольно-таки интересные фотографии. Портретный режим действительно хороший. Отличная детализация и размытие претензий нет. Итак, обычный режим при хорошем освещении. Начну с того, что мне понравилось, как снимает Meizu Note 9. И Meizu 16 XS, конечно же, меня не разочаровал, потому что днем фотки получаются охрененные. Детализация супер, фотографии сочные, с динамическим диапазоном тоже все хорошо. Короче говоря, Redmi Note 7 на стоке полностью сливает Meizu 16 XS. Вообще без шансов. Ну что ж, а вот теперь поговорим про плохое освещение. На Meizu 16 XS фотки получаются лучше, чем на Redmi Note 7 на стоке. И разница большая. Особенно мне понравилось, как справляется со светом Meizu 16 XS. Да, лучше, чем Redmi Note 7. Хотя бывают моменты, что и Redmi Note 7 фоткает хорошо. Даже лучше, чем Meizu 16 XS. Но это бывает редко. Ну что ж, Meizu поддерживает Google камеру. Хотя, знаете, я нашел только один нормальный мод. И это печально. Ну ладно, разница со стоковой камерой, конечно же, есть. И порой она очень даже существенная. Ну и, конечно же, мы сделаем сравнение с Redmi Note 7 с Google камерой. И знаете, смартфоны снимают плюс-минус одинаково. На Redmi Note 7 у нас более теплые тона. А на Meizu 16 XS более холодные. И мне это лично больше нравится. Но все же, за счет большей популярности и гораздо лучше доработанного мода Google камеры, Redmi Note 7 иногда снимает все же поинтереснее и постабильнее. Фронтальная камера днем снимает хорошо. Есть портретный режим, все замечательно. А вот при плохом освещении, конечно же, качество уже среднее. Ну что ж, если подвести итоги, то знаете, Meizu 16 XS это интересное, привлекательное и, я бы даже сказал, максимально сбалансированное устройство без NFC. И за 180-190 баксов это просто пушка. А вот за 210-220 долларов нет. Я бы не покупал. Даже если вам нравится данное устройство, даже если вы хотите его купить, то, друзья, просто подождите 11 ноября. Потому что я более чем уверен, что на распродаже официальный магазин Meizu будет распродавать данный смартфон за 170-180 долларов в глобалочку. И тогда это просто пушка. Потому что, еще раз повторюсь, смартфон максимально сбалансирован. Если вам наплевать на NFC, то это одно из самых интересных предложений на данный момент. Потому что, еще раз повторюсь, я покупал его за 180 долларов в официальном магазине на Алиэкспресс. И это была распродажа. За 180 долларов это, конечно же, замечательное устройство. Короче, ждем 11 ноября и покупаем данный смартфон. Ну, конечно же, если он вам нравится. Короче, все ссылочки на данный смартфон будут в описании. Также ссылку на полноценный тест автономности я тоже оставлю в описании. Ну, а с вами был Димон, канал Всю Китай. Всем удачи, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok